Алло, Георгий, здравствуйте. Слушаю вас. Георгий, меня зовут Виктория. Я звоню касательно пройденной вами регистрации по проекту Газпром Инвестиции. Я вас поздравляю. Компания одобрила вашу регистрацию. Вы уже выбрали для себя проект, по которому хотели бы работать? Нет, проект не выбрал. А вы какая компания именно? Газпром Инвест или Газпром Инвест Холдинг? Повторите, пожалуйста. Я спрашиваю, вы какая компания именно? Газпром Инвест или Газпром Инвест Холдинг? Алло, Георгий. Ну что, тупик какой-то у вас? Вопрос какой-то тупиковый для вас. Да не тупик, я не могу разобрать, что вы спрашиваете. Какая вы компания? Газпром Инвест или Газпром Инвест Холдинг? Вы оставили регистрацию по проекту Газпром. Компания Газпром подтвердила вашу регистрацию. Вы какая компания? Газпром. Что Газпром? Повторите, Газпром? Я ваш вопрос не могу понять. Девушка, вы вообще некомпетентны? Вообще ноль. Или что? Такого еще не было. Вы какая компания? Вы представляете, какую компанию? Газпром Инвест или Газпром Инвест Холдинг? Вы кто? Компания Газпром Инвест. Хорошо, компания Газпром Инвест. А кто тогда брокер, если вы Газпром Инвест? Какой брокер? Девушка, есть кто поумнее? Переключите. Георгий, вы открываете свой инвестиционный счет в компании Газпром. Я отвечаю на ваш вопрос. Я спросил, кто брокер, если вы Газпром Инвест. Вы не работаете через брокера. Вы открываете свой инвестиционный счет в компании Газпром. Как я приобрету акции без брокера? Объясните мне. Абсолютно просто. По данному проекту, который вы для себя выбрали. Абсолютно просто по данному проекту, по которому вы для себя выбрали. Как я куплю акции без брокера на бирже? Как я это сделаю? Смотрите. После того, как вы открываете свой инвестиционный счет, вам будет подключена программа на ваше устройство, в которой вы будете видеть график ролл цен акций Газпром. Ваше заходное срок момента нажатия кнопки. Я могу и так видеть рост акций цены, рост цены акций Газпрома, допустим, на инвестинге. Нахрена мне ваша программа. Ну а каким образом вы будете работать с этими акциями? Где вы будете открывать инвестиционный счет? Как вас зовут еще раз? Виктория. Виктория, вы хотя бы среднюю школу закончили, или вас сразу посадили, гарнитуру одели и заставили работать как раба? Почему вы переходите на личности, на отставления? Виктория, потому что вы мне задаете вопросы, абсолютно не понимая смысла этих вопросов. Чтобы мне приобрести акции Газпрома, мне нужен брокер. Понимаете? Я вам вопросы не задаю. Георгий, вы меня сориентируете. Вы только что задали вопрос, как я собираюсь приобрести акции Газпрома. Абсолютно не понимая значения этого вопроса. Вы говорите, что вы можете на инвестинге смотреть рост цены акций Газпрома. Конечно, могу смотреть. Не только акции Газпрома. Я могу смотреть рост. Хорошо, а как вы на этом будете зарабатывать при помощи этой информации? Послушайте. Я собираюсь приобрести акции. Правильно? Послушайте, я собираюсь, чтобы мне приобрести акции, неважно, Газпрома, там, Сбербанк, еще кого-нибудь, Теслы, как вы там любите, все вот эти там, вот. Мне нужен брокер. Понимаете? Мне нужна компания брокер, чтобы через эту компанию посредник между мной и биржей. Неужели вы этого не знаете? Вас как вообще посадили? Поэтому я у вас спрашиваю. Вы имеете в виду торговую площадку. Правильно? Я имею в виду, кто брокер. Торговая площадка – это отражение. Просто цифры отражаются на ней. Допустим, как Сбербанк, Сбер и Сберприложение. Приложение отражается, там, цифры вашего счета. Но реально деньги хранятся на счету в банке. Понимаете? Так и платформа. Это просто отражение. Платформа. Через платформу нельзя выйти на биржу. Нужен брокер. О, Боже. О, Боже. Хорошо. Торговая площадка – неотрейд. Хорошо. Мне тоже нравится. Да. Какая торговая площадка? Какая у вас торговая площадка? Неотрейд. Неотрейд. Кто брокер? Неотрейд. Данная торговая площадка. Данная торговая площадка является брокером? Прям торговая площадка – брокер? Торговая площадка отображает цифры данного брокера. А кто брокер? Давайте будем говорить на вашем языке. Брокер – неотрейд. На моем языке. Надо говорить на правильном языке. Брокер – неотрейд. Вопрос тогда. Почему брокер – неотрейд? В Георгии. Почему брокер – неотрейд? В Георгии. Я вопрос задаю. Зачем меня перебивать? Почему брокер – неотрейд? Да, почему брокер – неотрейд? Потому что с этим брокером сотрудничает Газпром. А вас не смущает, что у Газпрома есть свой брокер – «Газпром Инвест Холдинг»? Нет, не смущает. Вообще, да? Не капельки, да? Нет. Нет? Я не могу понять. Вы оставили регистрацию. Посмотрели рекламу? Я оставил регистрацию в «Газпром Инвести». Я думал, что приобрести акции. А мне тут звонит чудо, которое вообще не понимает, что такое брокер, что оказывается на платформе я могу купить акции какого-то неотрейда, хотя у «Газпрома» есть свой брокер. Алло, Виктория, себя придите. Вы не покупаете акции неотрейда? Я еще раз говорю. Вы как раз-таки покупаете акции «Газпром». Через платформу, якобы, я могу купить акции. Что за бред? Вы можете купить акции даже в личном кабинете «Сбербанка». Даже в личном кабинете «Сбербанка»? Да, хотя это тоже платформа, которая отображает цифры. Правильно? Да, но только у «Сбера» есть брокер «Сбер Инвестиции». А не какой-то непонятный неотрейд, который есть у «Газпрома». Хотя у «Газпрома» есть свой брокер. «Газпром Инвест Холдинг». И работают они через «Газпром Банк». Хорошо. На данный момент какую еще информацию вы хотите получить? Всю информацию. Что вы хотите мне предложить? Все, что вы видели в рекламе. Ну, предлагайте. Я согласен. Что надо делать? На что вы согласны? Ну, то, что было в рекламе. Хорошо. Какой проект вы для себя выбрали? «Сила Сибири». С какой суммы вы хотите приступить к инвестированию? Ну, не знаю. А какая там минимальная? Я не сильно вам доверяю. Хочу с минимальной попробовать. 20 тысяч рублей. А 10 нельзя? К сожалению, нет. Почему? Потому что есть минимальный технический порог. Порог или порог? Порог. Порог. Хорошо. Что 20 много. 15 можно. Георгий, вы торговаться со мной решили? Вы спросили, какая минимальная сумма. Я вам ответила. 20 тысяч. А где там можно прочитать, что минимальная сумма 20 тысяч? Это было указано у вас в рекламе? В рекламе там не указана минимальная сумма. Где там указано? Там указаны три типа счетов. 250, 500 и 1000 долларов. А, точно, да. Там же в долларах. Все, да, да, да. Ваша правда, Виктория. Ваша правда. Ну, хорошо. 20 тысяч. Хорошо. Ну, что надо делать? Закрепляем вашу карту, с которой делаем перевод на ваш инвестиционный счет. После чего вам на ваше устройство с выходом интернет подключается программа, в которой вы будете видеть график. Просто цена акций «Газпрома», ваша доходность, личный кабинет и вывод средств. Пока. Сразу же с вами связывается отдел верификации, где вам нужно будет подтвердить себя как личность. После этого вам будет выслан пакет документов о том, что вы стали инвестором и акционером компании, где будет прописан номер вашего счета в компании, сумма, которую вы инвестировали, и проект, по которому вы работаете. Ну, а так акции, как где их приобретают? Как? То есть на эту сумму, наверное, 20 тысяч рублей я куплю. Нет, на эти 20 тысяч я как бы приобрету акции, да? Да. А сколько акций получится на 20 тысяч? Это вы будете обсуждать со специалистом-аналитиком. Ну, хорошо, соедините меня тогда со специалистом-аналитиком. Ну, пока вы не стали участником данного проекта, я не имею возможности передать вас в аналитический отдел. Нет, подождите, но мне же надо знать, как бы сейчас, откуда я знаю. А вдруг мне потом скажут, что вы можете купить реакцию. Я буду с этим не согласен. Если вас это не устроит, вы всегда можете сделать шаг назад. Как я его сделаю? Активируя инвестиционный счет, вы еще не начинаете работать. Вы связываетесь с аналитиком, чтобы обсудить все условия, которые вас заинтересовали. Нет, подождите, так я же деньги там уже вам переведу. А как я шаг назад сделал? День и тю-тю, у вас. Так вы переводите деньги на свой инвестиционный счет, а не вашими, как были, так и остаются. Нет, ага. Вы можете их в любой момент забрать обратно, если вас что-то не устроит. Я вот что-то побаиваюсь. А смогу я их забрать обратно? Я уже вам только что сказала. Не, а где гарантия, что я их заберу обратно? Но это деньги на вашем счету. Кроме вас, имя никто не может пользоваться или управлять. А счет где этот будет открыт? У вас все это будет отображаться в вашем устройстве, к которому будет подключена программа. Нет, счет где будет открыт? Счет. На торговой площадке. Нет, счет должен быть открыт в банке. В каком-нибудь. Что? Счет должен быть открыт в банке. В банке счет должен быть открыт, не на торговой площадке. Банковский счет. Через банк открывается счет. А через какой банк? Через тот банк, в котором вы обслуживаетесь. Подождите, вы что хотите сказать, что в Сбербанке будет открыт брокерский счет? Нет, при помощи Сбербанка вы пополняете свой инвестиционный счет. Ну правильно. Инвестиционный счет будет открыт в компании «Газпром». Как понять? Нет, счет должен быть открыт в каком-то банке. Брокерский, расчетный, лицевой инвестиционный. Там банковские счета все. Название счет. А где это будет? В каком банке? Шлюз выбирает рандомно. Я вам не могу сказать, какой это точно будет банк. Как понять? Когда вам на почту придет декларация на ваш торговый счет, там будет указана вся информация? Нет, ну... Хорошо, нет, но я понимаю. Ну а как я отправлю деньги, не зная, в каком банке они будут храниться? Вдруг меня этот банк не устроит? Смотрите. Ну, смотрю. Куда смотреть? Мы отправляем запрос в банк. В какой? После чего вам приходит смс из вашего банка. Вы будете видеть отчет, какую сумму вы переводите и код активации. Да, но там не будет указано, куда я перевожу. После того, как деньги зачисляются на ваш инвестиционный счет, вам на электронную почту сразу же приходит декларация с номером счета, адресом, где находятся ваши деньги. Нет, ну я... Нет, ну подождите, я повторюсь. Может быть, путается. Я вам говорю, то, как это работает, по-другому это не работает. Это не работает у вас или это вообще нигде так не работает? Это только у вас. По проекту «Газпрома» это не работает. Ага. Так. Блин, ну так это... Хорошо. Я же счет могу этот, как вы говорите, который будет находиться там в «Газпроме», пополнить банковским переводом. Ну я просто не хочу свою карту светить, вы сами понимаете. Там много разных там жуликов. Для работы... Для работы вы открываете для себя отдельную цифровую карту. И используете ее для работы? Какую отдельную цифровую карту? Вы каким банком обслуживаетесь? У меня много банков. Сбербанком пользуетесь? Сбербанком? Ну пользуюсь, да. В Сбербанке онлайн вы открываете для себя цифровую карту. Это отдельная карта, которую вы будете использовать только для работы? Да, ну подождите. Я понимаю, но этой же карты тоже будут реквизиты данной карты. Я их не хочу нигде светить. Не сбудется карта, будет на мое имя. Вы их не светите, вы закрепляете карту к личному кабинету. Нет, подождите. Но я просто вам объясняю. Я хочу сделать банковский перевод. Перевести деньги на этот счет банковским переводом. Почему я не могу это сделать? Потому что таким образом... Все. Вы не сделаете активацию. В дальнейшем вы сможете распоряжаться средствами между своими счетами. Средствами? Первая операция происходит через наш финансовый отдел. Через ваш финансовый отдел. Конечно. Нам же тоже нужно убедиться в том, что вам как минимум есть 18. Ну, это да. Ваша правда, да. Надо убедиться. Как вашему финансовому спирту по этому проекту вы предоставляете мне данные карты? Угу. Я понял. Я говорю, как... Обязательно с вашим голосовым согласием. Ага. Понял. А после чего вы получаете смс от вашего банка? Угу. Понятно. Блин, Виктория, я говорю, как бы мне убедиться, что вам 18 есть, а? Что еще раз? Как бы мне убедиться, что вам есть 18? Если бы мне не было 18, я бы, наверное, не работала. Да пойди, знай. Все бывает. Вообще, да, детский труд он запрещен вообще. Это статья, но... Ладно, я вам поверю, я вам поверю на слово, что вам есть 18. Ну, хорошо. Дальше что? Дальше? Какие действия дальше? Поставьте меня на громкую связь или отеньте наушники. Открывайте Сбербанк онлайн. Я помогу вам оформить цифровую карту для работы. В смысле, открывайте Сбербанк? Я с вами разговариваю. У меня телефон кнопочный, Nokia 67-00. А как же вы на этом Nokia смотрите инвестинг? Ну, в том, почему я на этой Nokia смотрю инвестинг? В том, почему я на этой Nokia смотрю инвестинг? В том, что он сказал. Я вам сказал, что именно на ней я смотрю инвестинг? А как вы элементарную регистрацию оставили? У меня есть, подождите, ну, у меня что? Один телефон, что ли? У меня еще один есть Samsung, такой нормальный. Тогда берите второй телефон. Ну, пару минут, подождите, он в машине. Надо за ним пойти. Хорошо, будете готовы, скажете. А вы скажите вообще, а какая вообще доходность тут по вот этому «Сила Сибири»? До 20% в месяц. В месяц? Вот сумма вашей инвестиции. Ага. Понял. Блин. Ну, а это как? Это прям стабильно, постоянно или это под вопросом? Что именно? Стабильно, постоянно или под вопросом? Ну, 20% прибыли. А вдруг будет там простатка? До 20%. Ну, до 20%, я понимаю. Ну, а вдруг там что-то будет, не знаю, простатка какая-нибудь. Бывает такое? Для этого вам и предоставляется аналитик-менеджер. Подождите, нет. Которых может... А зачем мне аналитик-менеджер? Что он будет делать? Если у вас будут какие-то вопросы, касательно тех же, если нужна будет помощь, у вас будет с кем связаться и обсудить данный вопрос. Угу. Вы не будете предоставлены сами себе в этом вопросе. Да? Точно? Блин. Да. Хочется верить, конечно, Виктория. Хочется верить. Ну, прям не знаю даже, что сказать вам. А сейчас нельзя с ним пообщаться, с этим аналитиком-менеджером? Нет, Георгий, к сожалению, до того, как вы открыли СЕ, активировали свой инвестиционный счет, я не могу перевести вас в аналитический отдел. Я понял. А как вообще с вами будет оформлена наша сделка, наши отношения, как будут оформлены? Повторите вопрос? Ну, вот смотрите, как бы я вам, ну, не вам, на свой счет. Ну, не ладно. В общем, мы с вами начинаем какое-то, как бы, сотрудничество. Правильно я понимаю? Так. Так. Компании Гостром. Так или да? Вы начинаете сотрудничество не со мной персонально. Ну, я понимаю история. С вами, да, с вами, с вами не начну. Конечно, после активации счета я вам говорила, что вам будет написан пакет документов, где будет прописан номер вашего счета, сумма и проект, по которому вы работаете. Подождите, а до... У вас будет декларация, подтверждающая, что вы являетесь держателем данного счета. Я понял. А до активации нельзя как-то видеть? А вдруг меня какие-то там не устроят эти самые, ну, положения, там еще что-то? До активации нет. Ну, если вас что-то не устроит, у вас всегда будет возможность сделать шаг назад. И не работать с данным проектом. Смотрите, а если в этом договоре, который, да, вот, будет, ну, я как понимаю, подписан, да, после, в апреле, после, да, уже совершенного действия, будет указано, что не могу я, типа, вывести деньги, не знаю, там, полгода. Прикиньте. Такого, смотрите, во-первых, такого быть не может. Средства вам доступны в любой момент. Да, средства или средства, кто его знает. А во-вторых, пока мы не подписали этот договор, вы не согласились ни с какими условиями, правильно? Нет, ну, подождите, но я уже перевел деньги. Мне приходит договор. И там указано, что, как бы, в случае, допустим, смотрите, я вам пример приведу, в случае не подписания этого договора, не подписания, там, это, деньги вы не сможете вывезти там в течение трех месяцев или вообще полгода, или вообще не сможете. В момент подачи заявки вывода средств в личном кабинете в течение пяти рабочих банковских дней ваш депозит зачисляется обратно на вашу карту, в которой вы его вносили. Не понял, еще раз повторите, что в течение пяти дней, что? В течение пяти дней с момента подачи заявки в личном кабинете на вывод средств, деньги зачисляются на вашу карту в течение пяти рабочих банковских дней. Подождите, подождите, но если я не подписал договор? Георгий, это я вам отвечаю на ваш вопрос. До подписания договора эти условия не меняются. В течение пяти банковских дней ваша операция будет обработана и средства будут зачислены на вашу карту. А почему так долго? А почему пять дней целых ждать? А эти деньги мне срочно нужны? У кого-то это происходит сразу, у кого-то через пару часов. А от чего это зависит? Все зависит от вашего банка. По регламенту в течение пяти рабочих дней. Но Сбербанк у меня сколько будут деньги выводиться? Смотрите, Георгий, даже Сбербанк, когда вы совершаете переводы между картами, имеет право задерживать переводы до трех суток. Но Сбербанк это банк, вы-то не банк, вы кто вообще? Не понятно. Правильно. Поэтому я вам говорю, что все зависит от вашего банка, сколько времени будет обрабатывать. А ваш банк это какой банк? Я что-то у вас пытался добиться названия. Вы кто? Ваш банк, Георгий. А, наш банк? На который вы обналичиваете свой доход, через который вы вносите свой доход. Так, подождите, средства там будут отправляться от вас. Георгий, а вы что на кафе в магазине? Я? Вы вроде в машину собирались. Ну, естественно. Вот сейчас я оформлю покупочку, пойду в машину, возьму телефон, мы с вами посмотрим, вас этот счет несет, что там надо смотреть. А вас что-то смущает? У вас музыка сзади играет, как по дискотеке. Я ж вам ничего не говорю? У меня просто очень мало времени, потому что вы не один клиент, который оставляет регистрацию. Не, ну, Виктория, ну, тут осталось буквально одна минута. Я уже оплачиваю. Что-то времени потратили, вы не можете минуту подождать, я не понял. Разве что только минуту. Да? Юр, я сами, вы в какой сфере работаете? Ну, а вам зачем эта информация? Эта информация нужна будет вашему социальному аналитику. Для чего? Мне нужно будет заполнить анкету, задать вам пару вопросов. Ну, я анкету... Ну, передайте дальше вашу анкету. Ну, я понимаю, ну, я в этой анкете поставлю прочерк. Ну, как бы это моя такая информация, я думаю, личная. Не хочу я распространять никому. Вы на себя работаете или по найму? Ну, я же вам говорю, это личная информация, не хочу распространять ее. А что я могу делать с этой информацией? Ну, пойди, знай, пойди. Ну, пойди, знай. Если спрашиваете, значит, нужна... Я даже не знаю, тот ли вы человек, который указан в анкете. Ну, а смысл мне быть... Не менее, я на ваши вопросы отвечаю. Послушайте, ну, я же не спрашиваю у вас, я извиняюсь вам какие-то такие подробности, сколько вы получаете, да? Кстати, а сколько вы получаете? Я у вас тоже этого не спрашиваю. Но вы уже к этому подводите. Сначала вопрос... Что вам это сказал? Сначала вопрос, где я работаю, потом сколько я получаю, потом где я живу, ну, все остальное. Ну, зачем вам это? Кто вам сказал, что я буду задавать вам такие вопросы? Да никто мне это не сказал. А кто мне кто-то... Мне подсказывают? У меня же нет какого там сухлёров. У меня есть специальный бланк с вашей анкетой, есть перечень определенных вопросов. Ну, я на такие... Ну, нет, ну, я сразу скажу, что я на такие вопросы отвечать не буду. Я думаю, это не сильно, как бы, важно, если я собираюсь инвестировать, приобретать акции, вопрос, где я работаю. Это вообще, мне кажется, ну, не имеет значения. Никакого просто. Хорошо, Георгий, значение имеет ваш возраст, вы меня сориентируете, сколько лет вам полно? 35. Гражданство у вас в Российской Федерации? Конечно. Хорошо. Вот я и в машине, Виктория, давайте мы... У вас музыка говно, давайте я вам свое... Свою ключу. О, зацените. Выражайтесь корректно, Георгий. Зацените. Радио... Но... Ностальжи. Я вам позвонила, не слышать музыку. Ладно, я выключу, а то я вас не слышу. Хорошо. Георгий, берите телефон с интернетом в руки. Зачем? Для того, чтобы вы могли оформить для себя цифровую карту для работы. Я с вам, Виктория, мы же уже это обсудили, что даже в цифровой карте будут мои личные данные персональные. Я не хочу их нигде светить. Какие данные персональные? Ну, как, какие? Имя, имя, там, все дела. Правильно. Правильно. Мы должны убедиться, что это тот человек, который остался на регистрации. Вы в этом убедитесь, когда я... Вам есть 18 лет. Я понимаю. Вы в этом убедитесь, когда я ваш счет пополню банковским переводом. Я думаю, это вообще... Убедитесь сразу. Я не вижу... Я вам это повторяла. И еще раз повторюсь. Мы работаем только через банк. Почему нельзя... Делаем запрос на банк. Подождите. Поскольку банк... Подождите. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Не очень. Нет, вы делаете запрос... Подождите, Виктория. Вы сейчас говорите полный бред. То, что вы делаете запрос на банк, вы также можете его сделать, если будет банковский... Давайте так. В этом сфере не специалист, а не вы. Виктория. Виктория, вы... По-моему, я вам помогаю активировать инвестиционный счет. Виктория, вы в самом начале не знали, что такое... Для чего нужен брокер, и что это такое. Зачем вообще он нужен? Какой вы... Какой вы специалист, Виктория? Специалист. Георги, клиенты, у которых не возникает вопросов, у которых нету необходимости помощи менеджера. Ты хохлядская швабра. Тебе место на панели, блядь. Сидишь ты с гарнитурой, дура, блядь, специалист. Вообще уже ебнулась. Специалист. Какой ты специалист? Ладно, мать, не расстраивайся. Редактор субтитров А.Семкин